Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи практика торговли. Сегодня у нас в гостях Алексей Сурков, трейдер из города Орел. Алексей, добрый день! Здравствуйте Игорь! Мы с вами встречаемся не первый раз и я знаю, что сегодня ваша тема посвящена внутридневной торговле. Да, Игорь, действительно, почему именно такая тема и меня, так скажем, озаботила. Очень часто мы видим на Ютрей ТВ многие выступления, достаточно качественные, очень много полезной информации, но тем не менее у меня периодически возникают вопросы, я это спрашивал и в чатах, насколько вот эту информацию возможно использовать в внутридневной торговле. И оказывалось, что, как правило, да, это мы даже во внутридневной торговле использовать не можем. Но для себя я выбрал именно такой стиль торговли, именно внутридневную. Почему, если можно следующий слайд, тогда я увидел для себя три причины, почему именно торгую я внутри дня. Первое, это отсутствие лишних каких-то комиссий, плат, свопов, да, за перенос сделок на следующий день. Ну, вроде как бы мелочь, но тем не менее платить лишний раз, ну, зачем это надо. А вторая причина, она уже более интересная, это возможность четко прогнозировать свою прибыль и свой убыток. То есть, если мы торгуем внутри дня и достаточно продолжительное время, то мы прекрасно знаем, сколько мы можем зарабатывать на сделке, сколько сделок мы делаем и сколько времени нам нужно, чтобы заработать ту или иную сумму. Ну, это, естественно, носит, конечно, относительно усредненный характер, но тем не менее. Если даже мы допускаем внутри дня какой-то убыток, да, бывают и убыточные дни, то, опять же, исходя вот из такого подхода, мы прекрасно можем даже рассчитать для себя, когда мы выйдем на предыдущий уровень, да, восстановимся, так скажем, от вот этого убытка. И третья причина, почему торгуем внутри дня, это относительно малое время сделки. Что здесь в относительно малом времени сделки меня привлекает, это следующее, если можно, следующий слайд. Малое время сделки, оно привлекательно тем, что чем меньше время, тем меньше неопределенности. Неопределенность на рынке, она крайне высока. Мы можем открывать продолжительные сделки, но мы никогда не знаем, что будет происходить на рынке, что будет происходить в мире и куда, собственно, в краткосроке цену у нас, что называется, качнет. Вот по технике, я торгую именно по технике, средняя продолжительность сделки у меня до 10 минут. Почему именно по технике, да, потому что, если можно, тогда уже следующую серию слайдов по новостям, потому что новости, они, конечно, оказывают серьезное влияние на рынок, но вопрос, какое это влияние и насколько эффективно мы можем использовать его в своей торговле. Новости, они, их влияние для нас, фактически, я считаю, относительно непрогнозируемо и неожидаемо. То есть, что значит неожидаемо? Допустим, пример сейчас у нас 11 февраля текущего года, пара евро-доллар, то есть все накалялась обстановка в мире относительно украинского кризиса и в этот день заседала еврогруппа. Она заседала где-то с 19, там, 19.30, но мы никогда не знали, во сколько появятся, во-первых, новости по результатам этого, их работы, и плюс мы не знали, куда качнет рынок. Более того, вся техника говорила о нисходящем тренде, все фундаментальные факторы говорили о том, что торговать нужно фактически вниз, и я действительно, я и сам торговал, здесь короткие позиции, открывал от каких-то максимумов. И вот в 23.30 выходит новость о том, что, ну, как бы, к какому-то такому разумному выводу еврогруппа пришла. В результате очень быстро рынок проходит 55 пунктов вверх против, ну, фактически против нас на тот момент. Собственно, да, отыгралось, но если бы там были стопы, а я уверен, что они у многих там были, то они весьма вероятно сорваны. Второй пример, который я хочу привести, это касательно Великобритании. Собственно, у нас был референдум, сейчас минутку, я... 18 сентября 2014 года в Шотландии у нас проходил референдум за ее отделение от Великобритании. И в этой связи, естественно, все аналитики нам говорили о том, что в этой ситуации, если можно следующий слайд играть, что в этой связи будет ослабление фунта. Но, как мы видим, вот из представленного графика, сейчас он появится у нас, то в этот день фунт против доллара 18 сентября, он просто рос против всей, так скажем, против всех новостей, против всего фундамента. Следующий пример, это пример, опять же, по Британии и пример уже более свежий, пример мая этого года. Когда в Британии, следующий слайд, проходили выборы, на ряде информационных порталов выходили новости о том, что выборы неминуемо обвалят фунт. Вот я даже там с Вести финанс приложил, скрин небольшой. Значит, выборы обвалят фунт. Как бы, Моржен Стэнли, серьезные ребята писали об этом, но, тем не менее, что произошло в этот день? В этот день фунт рос, и дальше, в связи с тем, что победили консерваторы, да, это обусловило какой-то такой краткосрочный восходящий тренд. То есть, от новостей ожидали, опять же, у нас нисходящего движения, но рынок пошел против них. И самый, наверное, такой яркий пример, это следующий слайд, это изменение процентной ставки в Австралии. В чем здесь суть? Процентную ставку 5 мая, да, ее снизили в Австралии. Это уже не один раз обсуждалось, да, эта новость не была неожиданной, но, тем не менее, снижение процентной ставки, оно говорит о снижении стоимости денег. И это должно бы было привести, даже в краткосроке, к снижению падения фунта. Ну, вот от отмеченной линии, да, мгновенно он сходил вниз в течение часа, и в этот же день у нас обнаружилась, здесь уже появилась восходящая тенденция австралийского доллара. То есть, опять же, рынок пошел против какой бы то ни было логики. Это внутри дня, это в краткосроке. Да, долгосрочная тенденция, снижение фунта, она продолжалась. Но внутри дня мы на новости опираться крайне нам сложно. И что-то по ним торговать достаточно получается неудобно. Следующий момент, который хотелось бы отразить, это то, что мы постоянно ожидаем от рынка каких-то больших прибыли в пунктах, каких-то больших сделок. Если можно, следующий слайд. Почему здесь я не соглашаюсь с этим? Во-первых, ожидание больших пунктов не оправдывается, потому что увеличивается время сделки, а это уже неминуемо может привести к какому-то краткосрочному выстрелу не в нашу сторону и срыву стопов. Но более того, вот я на графике отметил такие моменты. Это вчерашний график, фунт-доллар, красным отмечены там участки, где мы потенциально могли бы брать по 100 пунктов, а синим по 40, допустим, без учета спреда у нас сейчас. И вот мы видим, что там где-то получается около 10 моментов по 100 пунктов можно насчитать, если бы торговая система давала такие сигналы. То, что касается сделок по 40 пунктов, то, во-первых, они совпадают с теми, где мы могли бы брать по 100 пунктов, плюс как минимум в два раза еще мы можем на графике увидеть моменты, где мы бы могли брать опять же по 40 пунктов. То есть вероятность сделки в 40 пунктов, она у нас, успешность сделки в 40 пунктов, она у нас будет гораздо выше, чем вероятность сделки в 100 пунктов. Это такой небольшой пример на 100 и 40 пунктов при пяти знаках после запятой, да, совсем казалось бы ничего. Но, тем не менее, для внутридневной торговли это именно такие цифры. А говорить уже о чем-то более серьезном количестве пунктов, ну, здесь, наверное, не приходится. И вот, собственно, как мы торгуем внутри дня. Если мы отбрасываем новости, если мы отбрасываем какие-то такие показатели, то остается у нас техника. В технике можно много чего в индикаторах перебирать, но фактически кроме осцилляторов и каких-то трендовых индикаторов, из трендовых я остановился на скользящих средних, ничего больше не придумано. И задача трейдера состоит в том, чтобы определить, как мы сегодня торгуем. То ли по осцилляторам, то ли по трендовым индикаторам. Состоит в том также, какой таймфрейм выбрать, какой лучше отрабатывается, там, 5 или 15-минутный. И вот давайте сейчас мы перейдем к демонстрации экрана. Так, высокая, начать демонстрацию. Окей. Так, сейчас как появится, тогда подскажите. Видим хорошо. Так, экран открылся, да? Да, да, мы просмотрим. Да, да. Видно экран, Игорь? Да, видно. Допустим, возьмем пару сейчас, доллар, швейцарский франк. Вот просто у меня обычный шаблон, на него мы наносим часовой график, скользящие средние. Это скользящие средние 20, 50 и 200. Казалось бы, все просто. Я... Олег. Да, да. Алексей, а можно перезапустить свою трансляцию, что там не прошло? Остановить... А, вот сейчас скрыть. Так, остановить демонстрацию. Остановить демонстрацию. Опять запустить, начать демонстрацию. Так, все, и поднимайте график, который вам нужен. Так, ну, давайте вот график, доллар, швейцарский франк, казалось бы, часовой график. Все просто, скользящие средние 20, 50 и 200. Все это направлено вверх, и мы фактически, как бы, разумно можем где-то в связи с этим вначале бы могли купить и держать позицию. Но, как показывает практика, так не получается торговать по ряду причин. Собственно, почему работают скользящие средние? Значит, когда у нас идет восходящий тренд, цена снижается, то есть корректируется. И на уровне скользящей средней, допустим, здесь, вот здесь, да, здесь участки, цена находит в нашем случае поддержку. Почему она находит здесь поддержку? Потому что скользящая средняя отражает ожидания рынка, ожидания инвесторов, да, за какой-то период. И если цена опускается ниже этих ожиданий, да, то происходит пробитие, возможно, смена тренда. Как только она доходит до скользящей средней, до этих ожиданий, да, и если они продолжаются, так скажем, более позитивны, то цена продолжает свой рог. Но это нам не совсем дает точек на вход, таких более-менее конкретных. И вот для себя я добавляю всегда именно осцилляторы. Добавим сейчас три обычных осциллятора. Это Money, Flow Index, RSI и Stochastic. Стандартный набор. В чем будет суть торговли по ним? Они будут давать нам один конкретный сигнал на вход только тогда, когда все они находятся в соответствующих зонах перекупленности или перепроданности. Чтобы долго нам не отслеживать эти точки, я сделал отдельный еще индикатор, абсолютно простой, пользовательский. Значит, суть индикатора абсолютно проста. Он учитывает у нас, когда мы указаны осцилляторы, заходят в соответствующие зоны. Размер зон мы задаем по умолчанию для MFA20, для RSI30, для Stochastic 20. Давайте ADX до 10 снизим, будем игнорировать его сейчас. И, собственно, как только индикаторы заходят в соответствующие зоны, одновременно причем, то он дает нам точки на вход. Окей, смотрим, какие это будут сигналы. Ну вот на всем этом графике здесь у нас получается вот здесь один сигнал. То есть одновременно индикаторы были в соответствующих зонах здесь. Можно ли было отработать этот сигнал? Ну, наверное, как-то при определенной сноровке вполне можно. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Алексей, давайте остановимся, потому что, к сожалению, не проходит сигнал от вас, застревает постоянно картинка. Поэтому давайте на этом остановимся и подведем итоги. Ну, прежде всего, что хочу сказать. Из того, что прозвучало, я со всем согласен. Вот вызвала некоторые, не спор, а дискуссию в чате, а тема того, что надо ли хватать 40 центов, а не бороться за 100, а работая столько же, профит меньше. Вот. Я, например, согласен с вами абсолютно. Вы знаете мою жизненную позицию. Курочка по зернушку. Лучше взять меньшую, но с меньшим риском. Вот. На эту тему только что хорошо высказался Василий Олейник. Сейчас я вам покажу его высказывание. Он высказался на тему летнего отпуска. Но вот как к внутридневной торговле это высказывание имеет прямое отношение. Вы знаете, Василий Олейник, известный трейдер. Вот он строит планы на отпуск. Тур в Египет перечеркнуто, тур в Рим перечеркнуто темно, тур в Турцию перечеркнуто. Ну и делает вывод. Сидит дома и не выпендриваться. Вот. Поэтому. Что из этого, какой можно вывод сделать? 40 центов брать и не выпендриваться. Я вот в этом абсолютно убежден, потому что иначе можете больше потерять. Алексей, Вы сами следуете этой идее? Или Вы только ее изложили, но иногда, так сказать, нарушаете свои принципы? Значит, Игорь, во-первых, я не соглашусь с постулатом о 40 центах. Ну, 40 центов, это, наверное, какая речь идет о каком-то небольшом объеме. При более-менее серьезном депозите, ну да, при... Я неправильное слово употребил не 40 центов, а 40 пипсов Вы озвучивали. Это я неправильно сказал, 40 центов. 40 пипсов. Ну, как бы да, даже какая разница 40 или не 40. То есть количество сделок на 40 пипсов, оно достаточно высокое получается. И если мы торгуем одним лотом, то вероятность того, что мы возьмем эти 40 долларов, как в нашем случае, она весьма неплохая. Сделаем мы 5-6 успешных сделок за день, пусть да, и небольших, то получается, в принципе, неплохая дневная прибыль. Это первое, что я хочу сказать. Второе. При такой торговле риск у нас, ну, фактически крайне небольшой. Что же касается, следуя такой торговле или нет, я, собственно, ну, вот то, что я сейчас хотел показать, да, специально для эфира сделал индикатор, который отображает, ну, вот в нашем случае нахождение трех исцеляторов в соответствующих зонах. Он на графике очень хорошо рисует эти точки на вход нам. Это вот была моя такая, что называется, ну, первые мои торговые технические идеи, которые я начал уже пытаться воплощать в технических индикаторах, да. И сейчас индикаторы, они крайне усложнились уже, там, очень много факторов учитывают. И, собственно, по ним я и торгую. Именно вот в такие моменты. Единственный момент, когда я могу нарушить, да, если цена как-то ушла куда-то значительно у меня, и я могу поставить стоп на безубыток. Но и то стоп на безубыток я буду ставить только в том случае, ну, если фактически сделка открыта совсем небольшим объемом, и мне не жалко там потерять, ну, вот эту вот разницу между стопом и вот этой ценой. Вот, так что, поэтому вот так. Я вас не слышу, Игорь. Понял вас, Алексей, спасибо вас большое. Я вижу вопрос, Орекс Вольтер, Александр Кравчук, Северотринск. Александр, заходите в эфир, включайте камеру, микрофон, заходите, обсудим эту тему. Привет, Александр. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, вы не смогли удержаться и решили отстоять права среднесрока и долгосрока. Пожалуйста. Нет, не совсем так. Я просто хотел вопрос задать. Если вы торгуете по индикаторам, у вас есть система. То есть вы просчитали параметры входа, смотрите, допустим, да, мат ожиданий у вас движение 100 пунктов. То есть вы смотрите, что по вашему входу цена, как правило, проходит 100 пунктов, у вас есть критерий выхода. Ну, допустим, фиксированный тейк-профит. Дальше вы, получается, можете спокойно эти 100 пунктов брать и ждать следующий вход. То есть вам нужно, естественно, выжидать какое-то стечение обстоятельств, допустим, ваших индикаторов, чтобы войти в рынок. Понятно, что входы какие-то лимитированные. Нет такого, что у вас каждую минуту, допустим, сигналит на вход в какую-то сторону. Это же индикатор, и нужно совпасть какое-то определенное количество условий. При этом, получается, что отказаться от 100 пунктов и брать в этом случае 40. Какой смысл? Я вот этого немножко не понял. То есть, получается, у вас система вам дает просчитанное 100 пунктов, но вы, ограничивая себя, берете 40, выходите, ждете следующую точку входа. Если вы торгуете линейно лотом 1, ну, не лотом, а 1 позицию, выходите в рынок, то есть не добавляйте, вот, чтобы не наращивать, грубо говоря, риск. Так я немножко не понял тогда смысла, а зачем себя ограничивать в прибыли, упускать сигнал торговый, не полностью его выбирать, и, соответственно, брать всего лишь 40 пунктов и ждать следующего входа, когда вы можете брать 100. Если вы построили систему, и у вас дает она 40 пунктов, зачем выходить через 20, ну, вот, это вопрос я хотел просто задать, я ей написал, смысл немножко не понял. Больше работы, вы выпускаете эффективность торгового сигнала, они у вас не беспомощные, то есть вам надо дождать следующий, а заработок, получается, вы сами себя ограничиваете. Я понял ваш вопрос, то есть почему, собственно, брать меньше, если можно брать больше, фактически, так? Ну, если система построена на 20 пунктов, зачем брать 10, если она вам дает 20? Ну, я скажу так, мы можем, рынок это всегда неопределенность, любая сделка это 50 на 50, собственно, да, система построена. Я скажу больше, я нарушаю всегда money management касательно пунктов. Я могу закрыть сделку, когда она мне принесла, допустим, ну, какую-то прибыль именно в доллар, дальше не ждать, пойдет она, не пойдет. Я взял, сделка закрыта, все стабильно. Почему еще, наверное, я нарушаю вот такую, да, так скажем, пипсовую стратегию, да? Да потому что это, наверное, уже вопрос психологии. То есть сделка выходит в плюс, мы видим этот плюс, да, и он меня, как трейдера, устраивает от этой сделки. Соответственно, я готов закрыться. Я не готов ждать, что будет дальше. Я торгую 23 валютных пары на 5 и 1 минутных таймфреймах. И количество сделок здесь за день потенциальных крайне велико. Поэтому сказать, что я открою сделку и буду ждать ее там 10 минут, там выйдет она, не выйдет. Да нет, у меня ограничено вот среднее время сделки. Я посмотрел в МКОИЛ, подключал сигнал, у меня среднее время сделки 5 минут. Это при том, что бывает, когда-то она пошла не в мою сторону, может быть, усреднился, да, чтобы наверняка взять, а вышел в плюс, закрылся. Все. Наверное, это вопрос психологии. Ясненько. Хорошо, Алексей, понял вас. Ну что, тогда будем на этом нашу сегодняшнюю передачу завершать. Спасибо вам большое за вашу... Боремся дальше. Спасибо Александру за ваш вопрос. Так что внутренняя торговля рулит, я не сомневаюсь в этом. Ну, собственно, вы понимаете, внутренняя торговля, она часто бывает как средством спасения. Если видит человек, что средний срок идет против него, то иногда надо закрыться через час после открытия позиции. Это понятно. Поэтому, знаете, применять эти методы, понимать, что происходит, как реагировать, я абсолютно убежден, должны все трейдеры абсолютно. Спасибо большое, коллеги. Удачи вам на рынке. Спасибо, Игорь. Спасибо.